Поздравиться знаменательным событием и окунуться в мир швейных машинок пришли юные мастерицы, деятели культуры, да и все желающие. Почетная миссия открыть необычный музей досталась министру культуры Ингушетии Тамерлану Дзейтову. Более 50 швейных машинок из разных стран и эпох. Настоящее путешествие в мир моды и дизайна. Маку Гадееву с детства тянуло к тканям и шитью. Но маленькое увлечение переросло в большее. Сейчас она директор колледжа архитектуры, дизайна и реинженеринга. А еще основатель необычного музея. Начало этому увлечению положила вот эта вот чайка. Машинка, на которой шили еще бабушка и мама Маки. Этот ремешок даже он очень старый такой. Мама еще пользовалась этим ремешком. Это кожаный ремешок. Он долговечный. Вот так вот вращением колеса. Аккуратненько надели мы ремешок. Теперь лапка. Надо бы заправить ниточками. Но большая часть экспоната выставки все же заграничные образцы. Они отечественные. То неудивительно, ведь эскиз машины для шитья нарисовал еще сам Леонардо да Винчи. А в 1845 году американец Элиас Хоу совершил настоящую швейную революцию. Он получил патент на машинку с челночным механизмом, которая, к слову, была далека от совершенства. Устранить недочеты смог предприимчивый механик, которого звали Исаак Зингер. Кстати, именно Зингеровская машина и стала основой будущей коллекции Маки. Этой машинке более ста лет. И она имеет свою отдельную историю как бы для меня. Потому что я эту машинку привезла более 30 лет тому назад из города Косли. Для юных швей, а их в колледже более 20, музей – отличная возможность познать свою профессию лучше, что называется, проникнуться историей своего дела. Хава Аздоева дизайном занялась только год назад, но уже успела полюбить это дело. Вот и в музей обещают приходить как можно чаще, в перерывах между парами. Под большим впечатлением, потому что благодаря этому музею мы смогли проникнуться в ту атмосферу, почувствовать, потрогать эти машинки руками. Машинки, на которых шили наши родители, мамы, бабушки, прабабушки. Музей старинных швейных машинок – первый и единственный не только в республике, но и на всем Северном Кавказе. Поэтому желающих посетить и увидеть его экспонаты воочию немало. В основном это все же юные портные. Сейчас одежду проще купить, чем шить самому. Швейные машинки, как раньше, не встречишь в каждом доме. Однако популярность профессии портного все-таки не теряет. Во многом благодаря таким энтузиастам, как Макка. Сейчас в ее коллекции около 200 образцов, которые только ждут своего часа, чтобы предстать перед зрителем в необычном музее старинных машинок. Тамара Хшагулькова, Ахмед Гондаров, Новости 24.